Спасибо, Замира Ахмедовна. 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 И поэтому, поскольку мы видим, что эффективность лечения, адювантного лечения у больных, получавших комбинацию, принципиально высока, то и, конечно же, потребность последующей противопухолевой терапии намного меньше. Практически в два раза меньше больные, получившие таргетную терапию, прогрессируют и нуждаются в дальнейшей системной лечении. Если мы говорим о токсичности, а это очень важный параметр для любого адювантного лечения, то, да, имеются спектры осложнений, в принципе, он характерен для этих таргетных препаратов, но, как правило, он реализуется на протяжении первых трех месяцев лечения, и в дальнейшем практически эти осложнения сходят на нет. И в первую очередь реализуются со стороны перексии. Тоже мы знаем, что для меконгибиторов, особенно для термитениба, это характерное осложнение, но перексия – это, в принципе, то осложнение, с которым более-менее успешно нам удается справляться. Поэтому, в принципе, спектр токсичности для адювантного лечения весьма такой приемлемый. Поэтому, если мы говорим о том, что пациенты с третьей стадии, после радикальной резекции, имеющие наличие мутации в гене-бераф, могут быть кандидатами для таргетной терапии, то, в принципе, подтверждением этому являются данные о том, что риск рецидива снижается больше, чем в два раза, снижается риск воздиктовения отдаленных метастазов на 45%, и вероятность трехлетней выживаемости увеличивается на 43%. И, начиная с четвертого месяца наблюдения, я тоже повторюсь, кривая без рецидивной выживаемости выходит на плато. То есть мы можем предполагать, что это лечение может даже излечить довольно большой процент пациентов. И осложнение контролируемое и обратимое. И второй большой раздел адюватной терапии у больных меланомой кожи – это как раз-таки иммуно-онкологические направления. Это мы знаем такой огромный пласт лекарственных препаратов, подхода принципиально иного, когда препараты разблокируют собственную иммунную систему и позволяют именно ей контролировать противоопухолевый иммунитет. И здесь в основном представлены два исследования уже завершенных, зарегистрированных, на основании которых мы уже активно используем в нашей рутинной практике препараты. И исследования продолжаются при более ранних стадиях с использованием уже новых иммуно-онкологических препаратов. Поэтому на самом деле это та область онкологии, которая динамично развивается и которая будет приносить новую-новую информацию по мере подведения итогов тех или других новых исследований. Основные препараты, конечно же, это неволумаб, кубилатис эпилиумабом, это пембролизумаб. Поэтому мы говорить будем сейчас именно о них. Уже такой исторический интерес представляет исследование эпилиумаба, напомню, это стилей 4 антитела, при котором впервые была доказана возможность увеличения и общей выживаемости, и безрецидивной. И в дальнейшем уже, например, неволумаб, это ингибитор PD-1, он сравнивался с таким условным стандартом эпилиумаба. Рандомизировано также исследование, в котором неволумаб продемонстрировал преимущество по сравнению с эпилиумабом в безрецидивной выживаемости, выраженное снижение риска рецидива на 30%. В выживаемости это преимущество сохранилось вне зависимости от стадии, и при третьей B, и при третьей C, и при четвертой стадии. Еще раз обращу внимание, что, в принципе, даже четвертая стадия меланомы после радикальной резекции, это пациенты являются кандидатами для адювантной терапии, по крайней мере, неволумабом. Поэтому никогда не забываем, что опция хирургического радикального лечения, она для пациентов четвертой стадии рассматривается при возможности полной резекции опухолевых образований. Вне зависимости от статуса в гении Бераф также преимущество демонстрируется. Выживаемость без отдаленных метастазов. Также мы видим, что оба препарата активно работают, но неволумаб, в принципе, обладает преимуществом и в плане меньшей токсичности, но и в плане, как правило, таких однозначных увеличений просто в процентном соотношении. Общая выживаемость, мы видим, этих пациентов практически сопоставима. Опять же, говорит о том, что если иммунная система работает, то она работает полноценно, вне зависимости от того, какой препарат запустил повторно ее активность. И периумаб или неволумаб. И второй препарат, также ингибитор ПД-1, пембролизумаб. Здесь такое традиционное исследование, при котором препарат сравнивается с группой наблюдения. Тоже пациенты в группе высокого риска рецидива, полная резекция, но это больные все-таки третьей стадии, четвертая стадия здесь не изучалась пациентов. Крупное исследование, более тысячи пациентов и стандартная рандомизация на две большие когорты пациентов, получавших иммунную терапию или находившихся в группе плацебо. Выживаемость безрецидивная. Данные буквально прошлого года ЭСМО. Через 3,5 года после наблюдения мы видим снижение риска рецидива на 40%. В принципе, весьма и весьма убедительно. Это реализуется вне зависимости от статуса экспрессии ПДЛ-1, вне зависимости от статуса мутации в гене-бераф. То есть, в принципе, то, что препарат работает, наверное, никого не вызывает сомнений. И особенно преимущество имеют пациенты с наличием мутации в гене-бераф и в отношении выживаемости без отдаленных метастазов. Практически в два раза снижается риск развития отдаленных метастазов. Поэтому, в принципе, если пациенты имеют мутацию в гене-бераф и имеют третью стадию, то они с равной вероятностью снижения риска развития отдаленных метастазов могут получать и таргетную терапию ингибиторами БРАФ и МЕК, и терапию, по крайней мембролизумабом. Поскольку по этому параметру, по снижению риска развития отдаленных метастазов, пациенты имеют абсолютно равные шансы при получении как таргетной терапии, так и пембролизумаба. И очень интересный исследование у больных четвертой стадии после полной резекции. Здесь как раз-таки изучаются комбинации эпилюмаба и неволумаба с плацебо. Или просто неволумаба с плацебо. И мы видим, какие различия при использовании комбинации неволумаба и эпилюмаба по сравнению с группой наблюдения. Снижение риска развития рецидива практически на 80%. То есть, конечно же, возможности иммунотерапии крайне высоки в отношении столь иммуногенной опухоли, как меланома, и они с успехом реализуются и с успехом уже применяются в рутинной практике. Здесь, в принципе, обобщенные данные всех трех зарегистрированных исследований. Мы видим, что преимущество через год после лечения. 73% пациентов, получавших иммунотерапию, переживают без рецидива. И практически 90% больных, получавших таргетную терапию, также не имеют признаков рецидива через год. Поэтому опции, являющиеся предпочтительными у больных с третьей и четвертой для неволумаба стадий, это иммунотерапия неволумаб, пембролизумаб и комбинация таргетных препаратов при наличии мутации в гене-бейерав. Зарегистрированы и в рекомендациях Минздрава все эти опции, поэтому мы их можем активно участвовать. Напомню, конечно, что при недоступности таких оптимальных режимов сохраняется все-таки место интерферона, но я думаю, что это уже буквально последние, наверное, годы, когда в российских рекомендациях интерферон все-таки как-то сохраняется. Очень много исследований продолжающихся, как я уже говорила, при более ранних стадиях, например, при второй стадии пембролизумаб сравнится с плацебо. Есть исследования, в которых изучается активность препаратов у детей, это исследование также пембролизумаба, поэтому, в принципе, данные, которые мы будем получать, они такие интересные и многообещающие. Здесь обобщенная таблица, это непрямое сравнение. В принципе, мы видим, что практически все возможные опции, которые мы используем, таргетные препараты в комбинации неволумаб и пембролизумаб снижают риск рецидива через 3 года, но по меньшей мере на треть, и в случае таргетной терапии на половину. Поэтому такая вот опция, алгоритм, который разработан, в частности, при наличии мутации в генеберав, при третьей А стадии мы говорим о возможности использования комбинации таргетных препаратов или пембролизумаба, при третьей В, третьей С, третьей Д – это уже присоединение неволумаба, и еще раз напомню, четвертая стадия – это как раз-таки тоже место для неволумаба в адъювантном режиме после радикального удаления всех образований. Благодарю за внимание.